Один из самых массированных ударов по Украине, вообще, наверное, самый массированный удар по Украине, потому что около 200 баллистических крылатых гиперзвуковых ракет и дронов были выпущены, и в Госдуме России назвали это ответом за Курскую область. Кстати, Путин не меняет свою тактику, получается, в войне с Украиной, он обещал месть, но вот это, видимо, то, что и произошло. Вот как вы оцениваете этот удар именно с этой точки зрения, политической? Для кого это? Вы знаете, говорить о том, что мы с вами наблюдаем какой-то особый удар России по Украине можно, но, с другой стороны, таких ударов по инфраструктуре украинской мы уже видели достаточное количество. И действительно, тут можно говорить о том, что Россия не меняет своей тактики. Я абсолютно не готов считать это какой-то местью, потому что тогда возникает вопрос о предыдущей ракетной атаке, вот все эти два с половиной года, когда разрушалась украинская инфраструктура, когда с помощью направленного взрыва была уничтожена Каховская гидроэлектростанция, когда в первые дни войны практически все украинские области оказались под огнем противника. Это была месть или что-то другое? Я вообще думаю, что никакой мести в принципе речи быть не может, что мы вообще должны убрать это слово из нашего лексикона, потому что если мы говорим о мести, тогда возникает абсолютно ложное представление о том, что если Украина чего-то не будет делать, то Путин не будет отвечать, и тогда будет абсолютно спокойная мирная ситуация. То Путин просто действует в ответ на какие-то украинские решения. А это на самом деле не так. Мы говорим об агрессоре, у которого есть совершенно четкий и понятный план действий, и который этот план осуществляет вне зависимости от того, как на него реагирует в Киеве. И более того, чем более серьезно в Киеве реагирует на действия российского руководства, тем меньше у Москвы возможностей осуществлять свою агрессию. То есть чем больше российской территории окажется под контролем украинских войск, чем больше военных и военно-промышленных объектов на суверенной территории Российской Федерации будет поражено украинским оружием, и тем западным оружием, которое имеет в своем распоряжении вооруженные силы Украины, тем больше вероятность того, что Москва остановится, потому что будет бояться за безопасность собственной инфраструктуры и собственной армии. О гражданах я не говорю, потому что, как мы знаем, президент Российской Федерации готов положить любое количество граждан в пользу своим имперским амбициям. Но, тем не менее, я опять-таки не хотел бы считать, что это какая-то месть за Курскую область. Я считаю, что Россия просто накопила достаточное количество ракет и беспилотников для осуществления очередной массированной атаки по инфраструктуре украинской. Это опасная атака, хотя бы потому, что мы знаем о повреждениях в районе Киевского водохранилища, Киевской гидроэлектростанции. Это действительно серьезная проблема, потому что речь идет об огромном водохранилище. И то, что сейчас какой-то серьезной угрозы нет, это не означает, что такая угроза не возникнет в будущем. И то, что Россия готова действовать так, чтобы под угрозой оказались сотни тысяч, если не миллионы людей, в случае подтопления Киева, это, опять-таки, точно не история с местью. Это история о стремлении президента России и его соотечественников превратить Украину в безжизненную территорию. То есть захватить Украину путем уничтожения ее инфраструктуры и вытеснения населения. Это такой набег, если хотите, средневековый. Просто он осуществляется современными техническими средствами. Вот и все. На ваш взгляд, Курская операция ВСО, она как-то выбила почву из-под ног Владимира Путина? Я не считаю, что она выбила почву из-под ног Владимира Путина, потому что я считаю, что для того, чтобы выбить что-то из-под ног Владимира Путина, у России, как я уже неоднократно говорил в наших беседах, необходимо, чтобы завершился технологический и демографический ресурс. Чтобы не было людей, которых можно было направлять на войну, и чтобы не было военной техники, с которой можно было осуществлять захваты и обстрелы украинской территории. Только это и ничто другое может выбить почву из-под ног Владимира Путина. Если у него будет техника и будут люди, которых он сможет посылать на убой, он будет воевать. Но то, что это изменило войну, это правда. Потому что война пришла в дом к самим гражданам Российской Федерации. До этого времени вся война осуществлялась на суверенной территории Украины. Ее жертвами становились наши граждане, как жители оккупированных территорий от Крыма до Донбасса, так и жители той территории, которую контролирует легитимное украинское правительство. И Путину, в принципе, было на жизни этих людей наплевать. Понятно, что ему наплевать и на жизни обычных россиян. Но, тем не менее, тот факт, что Россия утрачивает контроль над собственной территорией, это негативно сказывается на его репутации и, в принципе, по крайней мере, демонстрирует самим россиянам, что при следующие годы им придется прожить ситуации войны, ситуации возможных ракетных и беспилотниковых обстрелов, ситуации, когда у них тоже не будет света и тепла. То есть эта война, которая является войной на истощение Украины, вне всякого сомнения, должна превратиться в войну на истощение и самой России. Не оставить гражданам Российской Федерации никаких перспектив для нормальной жизни в будущем. И если это произойдет, то мне кажется, что это и есть более реальный путь к окончанию этой войны. Россияне должны понять, что им ничего в 20-30-е годы хорошего не светит, что они будут жить в мире в войне, когда война окончится. Это будет еще и экономический кризис, потому что санкции, которые ввел Запад, они не будут остановлены. А Китай потеряет интерес к России сразу же, как только Россия остановит эту войну. И поэтому им нужно настраиваться на бедность, на холод, на голод, на все те испытания, которые обычно преследуют жители воюющей страны. Это и будет синоним России. Россия и жизнь в войне без перспективности, в отсутствии каких-либо возможностей нормально жить. Я не знаю, как это будет для Москвы. Я допускаю, что этот остров вокруг России будет относительно нормально обеспечиваться. Но все остальное потонет в грязи и бедности. Это я вам обещаю. А то, что говорят сейчас различные российские политики, бывшие политики, они советник вре губернатора Курской области, что они будут сносить и ровнять землей, в том числе российские города, где сейчас находится ВСУ. Нарочницкая, бывший депутат Госдома, сказала, давайте разбомбим всю область с ковровыми бомбардировками. То есть это призывы, которые со стороны российских представителей звучат в отношении собственной территории. Международно признанной территории. Это не отрезвляет россиян, когда они готовы сносить свои города? Мы знаем, что россияне живут в неком фантасмагорическом мире, который сооружен столетиями. Когда бы на тонне божья боли не отдали Москвы, они же сжигали Москву по решению собственных властей. Почему бы ее не сжечь еще раз? Почему только суджу? Если нужно сжигать и бомбить, то все. Как известно, потеря российской армии Москвы в 1812 году с тотальным уничтожением этого города до сих пор в российской истории выглядит как доблесть и военная хитрая. Поэтому да, ничего не жалко. Я родился в городе, который был практически полностью уничтожен не только немецкой оккупацией, но и советскими бомбардировками и взрывами. Когда советская армия отступала от Киева в начале Второй мировой войны, советские войска подорвали центр Киева. Затем была подорвана часть Киева, Печерская лава. Никогда никому ничего было не жалко. Советская армия беспощадно, без всяких размышлений о судьбах мира на население, уничтожала и бомбила города на территории Советского Союза. Этот опыт никогда не был переосмыслен. Никто в России не задается вопросом, а надо ли было сносить города Советского Союза так беспощадно для того, чтобы ускорить темп наступления советской армии или выбивать немецкие группировки из советских городов. Поскольку никакого переосмысления происходящего нет, в России не говорят ни об этом, ни о том, что происходило на территории оккупированных немецких земель, всех этих зверствах, которые хорошо известны в мире, и что должно было быть осуждено после войны, то поскольку нет никакого переосмысления предыдущего негативного опыта, то открывается дорога к новым преступлениям и зверствам современного российского государства. Нация, не способная переосмыслить свое прошлое, обречена на его повторение. То есть скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром, француза отдана. Ну вы это в школе, наверное, учили или уже не учили? Ну конечно, это я еще учил, ну в постсоветской школе, это Лермонтов, одно из его... Ну да, Лермонтов, конечно, кто же еще? Ну Лермонтов был таким же, я бы сказал, продуктом российской имперской идеологии, как и многие другие его современники, тут не о чем говорить. А распространение информации? Вот сейчас история с Павлом Дуровым, которая получает развитие для многих неожиданно. То есть отслеживаете эту ситуацию? Ну конечно, я с большим любопытством смотрю за арестом этого российского миллиардера с французским и не только французским паспортом. Что думаете, вообще платформа Телеграм, которая популярна не в англоязычном сегменте, но хорошо распространена в Азии, в русскоязычном сегменте, и вообще около миллиарда человек на нее подписаны. Павел Дуров, вот для вас что за фигура? Как вы его оцениваете? Павел Дуров такой же для меня продукт построссийского общества, как Лермонтов, продукт имперского общества. Хотя я не сравниваю масштабы этих людей, ни всякого сомнения. Лермонтов великий русский поэт, который состоялся бы без всяких, я бы сказал, связей с тамошним обществом, он был против тамошнего общества, Павел Дуров продукт собственных связей в российской элите. Мы понимаем, что без этих связей никогда не состоялась бы ни социальная сеть ВКонтакте, о которой мы забываем, кстати говоря. Он именно создал эту сеть как альтернативу западным сетям и как на первом этапе площадку анонимности и пиратства. И потом он всю эту, весь этот свой опыт перенес в Телеграм. Ведь по большому счету Телеграм — это просто модернизированная социальная сеть ВКонтакте, я имею в виду с точки зрения ценностей и правил. Телеграм действительно очень удобная сеть с точки зрения анонимности и безответственности. Я постоянно об этом говорю, что если вы не отвечаете за новости, вы таким образом можете создать широкомасштабную платформу дезинформирования общества. Этим, кстати, не только Павел Дуром занимается этим, Илон Маск занимается после покупки Твиттера. Но тем не менее у Дура этого приобрело, я бы сказал, космический масштаб. Журналистика — это, как вы знаете, прежде всего ответственность. Когда журналист говорит о какой-либо информации или говорит о каких-либо источниках, он так или иначе должен опираться на сбалансированную информацию, на источники. У меня огромное количество информации, один с 80-х годов прошлого века и до сих пор, которой я не делюсь просто потому, что у меня нет доказательств или нет альтернативных источников. Я многое бы мог рассказать, если бы я был бы анонимным каналом Телеграма. Даже себе не представляется, сколько всего. Но я журналист, который себя уважает и знаю, что я своим именем отвечаю за информацию. И это единственная возможность, чтобы люди имели проверенную реальную информацию. Когда ты погружаешься в мир анонимной информации, ты погружаешься в мир иллюзий. В мире иллюзий раздолья безответственным популистам и диктаторам. Именно такой мир создал Павел Дуром. И то, что в большой части постсоветского пространства, что Украина, кстати, является этой частью, анонимный, именно анонимный Телеграм является единственным источником информации, безальтернативным практически уже, это создает неимоверные возможности по анимулированию общественным мнением, там, где оно еще есть, это общественное мнение. Но все-таки, если посмотреть на это с точки зрения площадки, вот есть дом, а в этом доме есть квартиры, в этих квартирах живут люди разные, благополучные, неблагополучные, с точки зрения общества и так далее. Тут ответственен ли хозяин дома в том, что у него всякое разное происходит вот как раз в этих квартирах? Если человек в цивилизованном мире является арендодателем, и он предлагает квартиры в своем доме преступникам и не сообщает правоохранительным органам, что в квартирах, которые он арендует, совершаются грабежи, убийства, изнасилования, торговля наркотиками, запрещенными веществами и так далее, то, безусловно, этот арендодатель является соучастником преступления. В чем у нас вообще сомнения возникает? Это же уголовный кодекс. У нас есть звонок. Давайте его примем. Здравствуйте. Как вас зовут и откуда вы? Здравствуйте. Рустам. Уфа. Да, слушаем вас. Виталий, спасибо, во-первых, за ваше творчество. С недавних пор начал плотно за вами следить. И очень нравится то, что вы говорите. Вопрос в том... Следующий. Если вы в теме про баймакские события в январе этого года, власти местные завели более 100 уголовных дел на людей, которые просто-просто вышли на здание возле суда в Баймаке. И я знаю, что очень многие башкиры затаили такую тихую ненависть к местным властям. Как вы считаете, в будущем на этом фоне будут какие-то точки напряженности в национальных республиках? Спасибо. Вы видите, что российская власть она осуществляет достаточно серьезные репрессии против всех тех национальных, я бы сказал, даже не движений, а проявлений, которые просто должны напомнить Кремлю и русским о том, что есть другие народы России с их правами. Я, кстати, говорил бы не только об Аймаке. Я перед этим был поражен тем, какое количество людей собралось на похороны президента республики Башкортостан Муртазы Рахимова, первого президента республики Башкортостан Муртазы Рахимова. Я не отношу Муртазу Рахимова к каким-то своим политическим героям. Я много с ним общался, многое из того, что он мне говорил о Башкортостане, о своем представлении, как должна развиваться республика и какие должны быть права и возможности у башкирского народа, не сбылось именно потому, что такие, как он или Ментимир Шаймиев, президент Татарстана, первый президент Татарстана, предпочли личное благополучие, и благополучия своих семей и кланов, будущему своих народов. Это трагично для меня, как для человека, который старался в 90-е годы сделать все возможное, чтобы поддержать и татарские, и башкирские народы, в их стремлении сохраниться и выстоять с точки зрения защиты суверенитета своих республик. Тем не менее, я видел огромное количество людей, которые собрались на эти похороны. То есть для меня стало ясно, что для этих людей Муртаза Губайдулович так или иначе остался символом суверенитета Башкортостана. И вот то, что происходило в связи с заключением Фаиля Алсынова, мне кажется, тоже было ярким проявлением того, что люди помнят о суверенитете Башкортостана, о том, что башкирский народ имеет право на свой суверенитет и государственность. Потому что Фаиля Алсынов, в отличие от Муртазы Рахимова, не предпочел собственное благо и собственные, так сказать, какие-то номенклатурные успехи благополучию своей семьи и своего клада. И я очень надеюсь, что в будущем башкиры будут помнить именно о таких людях, как Алсынов. И что они будут каким-то индикаторами для того, чтобы мы не потеряли в этой цивилизации, в этой истории башкирский народ. Для меня лично это важно. Каждый народ России, который сейчас оказывается под гнётом империи, для меня важен, потому что я понимаю, насколько сложно маленьким народам сопротивляться вот такому вот давлению и со стороны власти, и со стороны полного равнодушия, со стороны большого народа, вот русского народа, которому абсолютно плевать, и на татары, и на башкиры, и на буряты, и на тувинцы. Почему плевать? В качестве пушечного мяса не плевать, чтобы они своими телами закрывали русских, хотя пировали в московских ресторанах, пока на фронтах российско-украинской войны убивают татар, башкиры или тут чеченцев. Это не плевать. А вот на национальные и культурные права этих народов плевать. Да, я очень надеюсь, что мы доживём до времени, когда народы России смогут объяснить русскому народу, что только равноправное существование гарантирует сохранение государственности на той территории, которую мы называем Российской Федерацией. А Чечня, вот этот особый регион, учитывая две войны, ну и вообще очень сложный путь. Сейчас мы видим, понятно, что Чечня и Кадыров – это разные вещи, да, не стоит их так объединять, но тем не менее, вот этот феномен, когда и Кадыров, который воевал с федералами, ну или, по крайней мере, так гласит легенда, и Дилимханов, они сейчас одни из самых верных путинцев, то есть приседнули тому, с кем воевали в своё время. Ну, я бы сказал, что в более широком плане. Я бы назвал Северный Кавказ завоёванным регионом. И он завоёван не сейчас. Он завоёван ещё про Шамиле. Вы знаете, что в Киеве, на почётном месте, в центре города, в двух шагах от украинского парламента, большая мемориальная доцка, посвящённая пребыванию Шамиля в нашем городе. Потому что историю Кавказской войны не только последних позорных войн Российской Федерации, но и той самой войны, которую проводила Российская империя. Мы о ней помним. У главной фигуры украинской литературы Тараса Шевченко есть поэма «Кавказ», в которой чётко формулируется программа империи по отношению к народам Кавказа. И в этом смысле ничего не изменилось из шевченковских времён. Всегда находились те, кто готов был сотрудничать с империей и маргинализовать собственные народы ради своего блага. И те, кто готовы были и с оружием в руках, и с политическими заявлениями бороться против этого имперского гнёта. И это дети у нас учат в школах. Вот как вы учите, учили Лермонтова, так украинские дети всегда учили поэму «Кавказ» и «Шевченко». Может быть, поэтому украинцы отличаются от русских. Но вот насколько культурный код имеет значение? То есть, прочитанные книги, книги, там, не знаю, поэзии и так далее. Мы же можем отделить Лермонтова от идеологии, например. Наверное, можем всё-таки во взрослом возрасте. Лермонтова можем отделить от идеологии, вне всякого сомнения. Но мы не можем отделить общественные традиции это делать. Украина — страна вечерева сталь. Со времён тысячелетних государственных традиций Руси, в Киеве были Вечи, было Магдебургское право, было общество, которое боролось за свои права и в Великом Пняжестве Литовском, и в Речи Посполитой. Были восстания казаков, были революционные выступления, которые привели к созданию Украинской Народной Республики, и Западно-Украинской Народной Республики. А теперь давайте посмотрим в другую сторону. На Москву, на диктатуру Андрея Боголюбского во Владимира Суздальском княжестве, на отсутствие каких-либо прав у владимирцев, суздальцев и москвичей, которые всегда были рабами своих князей, а эти князья были с какого-то момента рабами золотоордынских ханов, на крепостную промышленность, когда Пётр I придумал, что он будет крестьян свозить в города, не представляя им никаких прав, оставляя их крепостными у своих помещиков, на фактический отказ землевладельцев предоставить свободу своим крестьянам, когда для этого были созданы ещё во времена Александра I все юридические условия, на позицию русского дворянства, отмене крепостного права во времена Александра II, на реакцию, которая наступила после февральской революции 1917 года и привела к большевистскому перевороту, на расстрел большевистской, большевиками сторонников учредительного собрания и их победу над сторонниками демократии в России, над сторонниками национальных государств в гражданской войне и, наконец, на реванш КГБ после 90-х годов, 20-го года. Вся история России – это, если хотите, код рабства и отказа от прав. Вся история Украины, включая современную историю с Майданами и сопротивлением российской агрессии, это история веча, восстаний и готовности себя защитить. Это два разных политических кода, общественных кода, а культурный код так или иначе сопровождает эти истории. Вы знаете, вот вы говорили о Лермонтове, я не буду сейчас говорить об уровне таланта того или иного литератора, но я всегда замечал простую вещь. В русской литературе, которую учат в школах, как правило, речь идет исключительно о проблемах дворянства и его представителей. От стенаний Лермонтова по поводу смерти Пушкина до трагедии Анны Каренин. А Тургенев, который рассказывал о барыне, которая заставила уничтожить несчастную собаку, по большому счету, это тоже, так сказать, взгляд на мир глазами помещика, который смотрит с высоты своего полета на обездоленных рабов. А в украинской литературе главным героем всегда был крестьянский парень, который хотел учиться, но у него не было средств и возможностей. И вот этот образ этого парня, который стоит на пороге школы и смотрит на книги, но вынужден помогать родителям по хозяйству и поэтому не может дальше учиться, этот образ, который в русской литературе отсутствует. За неимением такого стремления у самих литераторов этого парня увидеть и, возможно, за отсутствием таких парней, по крайней мере, до краха российской империи и краха российской классической литературы. Если говорить об этих имперских амбициях Владимира Путина, поскольку об империи, которой нет, ведь часто приходится говорить, то есть можно ли современную Россию назвать империей с нюансами или все-таки нет? Если возьмем Збигнева-Бзижинского и его шахматную доску, то получается, что нет. Россия не может претендовать на статус империи, даже региональной, вот в том виде, в котором она сейчас есть. А вы знаете, как называется ресторан, который находится напротив Государственной Думы Российской Федерации в гостинице «Москва»? Ресторан, в котором, как правило, депутаты Государственной Думы и сотрудники ее аппарата встречаются с сотрудниками аппарата администрации президента России, находящегося не так далеко на Старой площади. Нет, не знаю. Я давно уже... Страна, которой нет. Страна, которой нет. Это... Страна, которой нет. Город, которой нет. Это бандитский Петербург. Песня коронавируса. Это тоже, мне кажется, когда вы говорите «империя, которой нет», я всегда вспоминаю этот ресторан, в котором вы будете заказывать себе борщ, который вряд ли будет называть украинским, и хачапури, который вряд ли будет называть грузинский. Россия, вне всякого сомнения, это страна, претендующая на роль империи, именно поэтому воюющая в Украине, и осуществляющая по отношению к нерусским народам империи функцию колонизатора и имперского государства. Да, это не империя, потому что большинство жителей России это этнические русские. Но отношение к другим народам Российской Федерации и российской власти, и руководства самих регионов, и, я бы сказал, преобладающего большинства населения, оно открыто колониально и имперское. С этой точки зрения, скажем так, с морально-нравственной Россией типичная империя. С политической точки зрения это страна, пытающаяся возвратить себе имперский статус силовым путем, если уж так вот четко обозначать дефиницию. Но крушение империи, развал империи, его сейчас можно спрогнозировать? Вот, или там, не до империи, или страны, претендующие на империю? Ну, если мы говорим сейчас о путинской... Если Россия проиграет войну в Украине и не сможет восстановить границы Советского Союза 1991 года, это и будет крахом имперских амбиций. И дорогой к перепармонтированию самого российского государства. Я осторожно говорю, потому что все говорят, вот Россия неминуемо развалится, я не буду утверждать, что Россия неминуемо развалится, потому что это все, знаете, гадание на кофейной гуще, как правило. Но то, что российскому государству придется переформатироваться, чтобы жить спокойно и удовлетворить права нерусских народов, потому что не удастся всех расифицировать, не выйдет, это для меня очевидный факт. И вот то, что нам звонил зритель из УФИ, который прекрасно понимает, как оскорблены его соотечественниками тем, что происходит в последние годы, с башкирами. И не только с башкирами, это в Башкортостане так происходит, как понимаете. Это очень хорошая иллюстрация того, о чем мы говорим с вами. Ну что ж, Виталий, спасибо вам большое за то, что так оперативно отозвались и вышли на наш эфир. Благодарим вас и до следующего раза. Всем доброго. Удачи.